Тише Господи, вот какое ненегкое нанесло, поверить невозможно. Четвертый день не топим, покои холодные стоят, но что делать не топим, когда в Петербурге думаешь, господи, что денег было, какая игра была, он веселый, все такое же, деньги ему солома, дрова какие-то, еще университет купил порядок. Вышел из университета, вот тут и пошло, пошло, как водоворот какой-то, знакомство графы, князья, дружества, попойки, корнюши. Теперь женский пол, опять то же, уж какое количество у них пребывало-то. В образе невозможно, была одна, такая была одна, богатеющая, из себя могу сказать, красоточка. Нет, говорит, мне бабьих денег не надо, я, говорит, бабьих денег не хочу. А теперь мне сказать невозможно, что такое. И менее в степи было, рысаков спустили, серебро спустили, даже одежды хватили несколько, все взяло нелегкое. Хорошие товарищи, то есть бойцы, подстали. И вот навязался клон на шею этот, тут, о, расплюю. Ну что из него-то, как говорится, трем свиньям корма-то не раздаст. Вот и дамы седу за ним. А ты же ее корми, колоды подбирай, как путно. Мне, говорит, брать нельзя, я, говорит, в таком обществе играю. Да какое там общество? Какое там общество? Вчера Бранск куда-то ухватил две колодышки с лучшим подбором. Ну, может, поработали до него, господи. Войти его. Слышно. Что, что, что? Ты же пускать не хочешь, что ли, да? Виноват, Иван Антонович. Не дослышался. А чего холод собачий? Четвертый день не топил. Топил? А где Михаил Васильевич? Почевать изволят. Ой, почевать, 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 ага. Ай! Ой! Словно, не в духе. Боже ты мой, боже ты мой. Вот, батюшки, происшествие-то. Голова. Поверите ли? Деньги, каждый. Судьба, счастье. Злой, страшный. Бред. Жизнь. Нет, а было времечко. Было состояние все все продлять. Потребили, потребили, все. Не в шумах. Иван Антонович, была игра, что ли? Была игра, что ли? Могу сказать, была игра. А, ой, 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 боже мой, а. Вот это я. Что это вы? Разве что вышло. Фу, вот что вышло. Ну, что делать? Каюсь, подменил колоду, попался. Ну, и пошло. Кака-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ну, ударь. И раз ударь. И два ударь. Ну, удовольствие у себя-то и отстань. Каяр. Что это такое? Это что такое? Да бесчувствие. Вижу, приятные разгонялись. А, понапирают. Я был за шляпу. Ты семипедова знаешь? Так не припоминаешься. Богопротивнейшая. Вот это каярожа. Ведь нигра, как потянется за стола, рукава заправил. Дайте, говорит, я его боксом. А кулачишок такой, как резик. Фу ты, господи. Я, говорит, из него дробь и лучили нащиплю. Ну и щипал. Карты, сударь, играть, это ведь вам не лапки плести. Вот вас и поучили. Поучили. Сама такой, дед, который такую трепку вынесла, это не учение, это просто демной разбой. Демной разбой. В чужой карман лезете. Да как же не резнуть. Всякий резник. Осилища, осилища какая. Бывал я в переделках. Но этой трепки не ожидал. Бывал и сам сдачи дашь. И сам вкатишь рыло. Потому что рыло есть вещь первая. Вчера не то. Нет, не то. То. Стало быть, правило есть. Правило есть. Ведь не бьет собака на отмашь. А тыщет шерфой кулачищем прямо в рожу. Но меня обратно, это не поймаешь. Я сам ученый. Я сам сидел по 10 суток рыло в угол. Без работы и хлеба насущного. Вот с такими фонарями. Так что я это дело знаю. Денег принес? Нет, не принес. Ну так подай, что взял намедленный игру. Отняли. Все отняли. Как отняли? Я такой лишен. Всего лишен. Продулся? Кто? Я. С чего взял? Ну, мили вот это, мили. Спасибо. Я ведь тебя не из человеколюбия держу. Я ведь не член благотворительных обществ. Так за мой хлеб мне надо деньги. Их и подавай. Черт. Ой. Что вытянул нас на дряблю? Да вот я их как-то раз, они тряхнули. У тебя там не довольны. Да вылетели, Михалыч. Вылетели, тряхнули. Довольно, довольны будет, Михалыч Голубчик. Нет. Михаил Васильевич, Михаил Васильевич, это удивительно. Вы знаете, дайте говорить, я его боксом, боксом. Михаил Васильевич, миг вас позвольте однако спросить. Что это такое бокс? Тебе бы знать надо. Вот это есть, Монатоныч, бокс. Английское изобретение. Ну надо же, скажите, бокс, английское изобретение, так надо же, скажите, англичане, образованный народ, просвещенные мореплаватели, мать их. Надо мне достать денег непременно. Ну что бы то ни стало, надо денег и денег. А денег-то, Михаил Васильевич, нет. И достать их нет. Не ожидал, не ожидал, не ожидал, англичане, ты же образованный народ, просвещенные мореплаватели. Как ты говоришь? Я говорю, образованный народ, я говорю, эти англичане. Ты же совсем шум потерял, ему от денег, говорят. Черт, знай, не от денег. Я говорю, это беспокойство денег, просто денег, чтобы это самое что-то не стало. Это будущее, вся жизнь, все зависит от каких-нибудь трех тысяч рублей серебром. Стопай, ты принеси. Ну иди, иди. Иди. Иди, иди, иди. Я погашу. Я вовсе. Слушай, Михаил Васильевич. Я живусь. А может быть. Знаешь. Неужто клюнуло? Клюет, расклюет. Клюет. Шар-Шарафам. 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 Клюет. Клюет. Жар-Шарафам. Шар-Шарафам. Клюет. Шар-Шарафам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, верно то, что в последнее время я связался с такой шушарой, от которой кроме мерзости и неприятностей ничего не будет. Порядочные люди, эти чопорные бары, стали от меня отчаливать. Видно, запахло. Пора кончать. Или переменить декорацию. Михаил Васильевич, купец щебнет. Да прикажете просить. Вот она, в действительности. Уралей. Сказал бы, что мне дома нет. Никак нельзя, Михаил Васильевич, от дороги такой. Валерий Стокольный, вы сидите в передние восемь часов. И будет в сорокон. Прости. 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 Валерий. Прости. Порядок. Здравствуйте, Тимофей Тихомирыч. Наши почтения, Михаил Васильевич, все ли в добром? Да, что-то не так здоровится. О, маленько простудились. Будь вновь. По вчерашней игре с вами счетец есть. Прикажется, учитель? Ведь я вам вчера сказал, что доставлю к вам лично. Точно так с Михаилом Васильевичем, только право, нам деньги нужны. Вы сделаете вложение, прикажите, учитель. Да, по чести вам говорю, теперь у меня денег нет. Я ожидаю, детки, с минуты на минуту. Я доставлю вам немедленно, будьте покорен. Ну что в клубе делается? Ничего себе. Кто вчера после меня играл? Да все те же, с такими. Как же, Михаил Васильевич? Вы сделаете одолжение. Как мега-странный человек, Тимофей Тихомирович. Ну посудите саду. Могу я разве вам отдать, если у меня денег нет. Ну просто нет. Кулаком шали мне ка стола вышли пить. Танкс. Ну как вам угодно-с. Как вам угодно-с. Так значит вы не обидитесь, Михаил Васильевич, если мы нынче по клубу того. Занесем в книжечку долговую? Да. В книжечку. То есть в книгу запишите? Так и дело-то обыкновенное. То есть как обыкновенное? Это значит человеку срабить. Убить на месте. Ведь об этом нынче выгодно знать весь клуб. А завтра весь город. Конечно. Так и дело-то обыкновенное. Обыкновенное для вас. Да необыкновенное для меня. Я всю жизнь расплачивался честно и аккуратно. И на вас. Именно на вас, милостивый государь. Ждал по три месяца деньги. Помните? Это точно так с Михаилом Васильевичем. И мы вам завсегда благодарны. А уж вы сделайте одолжение. Не беспокойте себя. Прикажите получить. А то что же делать? Необходимость. Какая же необходимость? Разве вы теряете право записать мне книгу завтра или после завтра? Ведь вы ее не теряете. Так что нравится. Так, зачем же вы ничего? А порядок-то? Получения-то ведь нет. Ну, и в книжечке. Ну, что вы в самом деле. Разве я вам платежи отказываю, я прошу вас исчезти. Подождать два-три дня. И тебя ждал же на вас деньги три месяца? Это истинно, Михаил Васильевич. Только право. Прикажите, лучше сделать расчет. Я ей нужда. Да, камида, камида, камида! Черт возьми! Или вы на вас, что пришли дурака разыгрывать? Что я не могу долбить голову, что теперь в сию минуту у меня денег нет. Я отдать их не могу, не имею никакой возможности. Поняли? А что же, Михаил Васильевич, горячиться-то изменить? Дело прям уфровенное. Горс? Да как вам угодно. Наше почтение. Однако. Ага, я раньше вечером, едучи в клуб, заверну к вам подарок. Но что сделать положение, прикажите приготовить. Что приготовить? Денег! Наши почтения. Это делать нельзя. Ведь я сел с вами играть, как с порядочным человеком. Порядочный человек суда без нужды и ни души другого. Без правильности, прямного другого, ни приваливай. За что же вы ни души, за что? Что я вам сделал, скажите, что я вам сделал, а? Как вам угодно! Если бы вы были даже без денег, а эти капиталисты, у вас деньги лежат в ломбарде! Вам теперь они не нужны! Я ничего не сделал, я сам уж дал из-за вас играть, как вы на них проценты правили! Нет, ну чего? Не в этом дело, не в этом дело! За что же вы ни это бежали, слышите? Толпнивый по голове приканчиваете. За что? Наше вам почтение! Михаил Иванович! Летим! Хрустым своим почерком имя отмоев в книгу! И как гром такое, разразится по москве весь! И кончено! Все! Кончено! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет, идёт, идёт, идёт! Игра, идёт, идёт, игра, игра! Была игра! Не рассчитался с нами ты на месте! А мне отдачь давно пришла пока! Нет! Грозит нечестье! Ха-ха-ха! Игра, идёт, игра! Когда, конец игре! Ты будешь вечер словно вон временный! Игруто вся не скажет о тебе! И чистеньтос! Игрутос! Игрутос, краплёный! Игрутос, краплёный! Игрутос, краплёный! Игрутос, краплёный! Нынче клуб, завтра вся Москва Будут знать правду обо мне Я как кошмарном сне Силы нет проснуться Салий, завтра тары Только сний, бодрик, топик, рэй Мягкий свет, мальчик, репетер И больше мыши нет Лишь души в гости клят Субтитры создавал DimaTorzok Кричит всего, но он вокруг Кричит всего, но он вокруг Он вокруг Он вокруг Михаил Васильевич, извозчик пришел, просит денег Шерен Михаил Васильевич, дворник, два часа стоит, денег просит Да ты с ума сошел, что ли, дело не знаю, что ты лезешь ко мне с пустяками? Воли вашей, никаких даже средств нет, я усящийся Михаил Васильевич, залог требует, под залог, под залог Я приказал достать у меня денег Залог? Михаил Васильевич, залог? Если я тебе развойнику велел Он говорит, денег нет Верет В каждом доме есть деньги Только надо знать, где они лежат В двадцать четыре часа По две трепки Нет, это жить нельзя Иракция Тайсабавна Со двора сберет Эврика Родители Да он спятил Ей-ей спятил Эврика Значит, по-гречески Нашел По-гречески Покончил за земное странствие, голубчик Сидит, где-то поделал в преображенку И посадит рабоможего на цифру И покончил за земное странствие Плоховато, плоховато Однако не качдул Но я снесу глаз А вот жизнь не такая Да А у меня гнездо есть Я туда ищу, таскай Да Убируска, я по-добру, по-здоровому Убируска Да Деньги войдут Смотрите, какие колено строят Опа Убируска И Я туда ищу, кайя Я туда ищу, кайя Я туда ищу, кайя Да Хорошо Решительно Нашел АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕХ 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 Садилось СМЕХ Три минуты Вот тут сейчас На Петровке Закажи бальный букет Самый лучший Чтоб весь был Из белых камелий Понимаешь? Чтоб одни Белые камелии Ступай И привези сию минуту АПЛОДИСМЕНТЫ Я тебе что говорю? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не знаю, АПЛОДИСМЕНТЫ Да, был у меня вот здесь. Понял? Голубчик, Голубчик Михаил Васильевич, Михаил Васильевич, вы на полегонах, вы бонапарты, Михаил Васильевич, Голубчик, вы, 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 вы на... Что это у меня в голове? Теперь да, теперь да, теперь да, теперь да, теперь да, теперь да. Теперь надо написать письмо Лидочке, чтобы было готово. За дело время дорого. Нита? Нита да провалил. Лидочке, Лидочке, надо такое письмо написать, чтобы у мертвых жилки дрогнули, чтобы была страсть. Ведь страсть вызывает страсть. Ах, страсть, страсть. Где она? Моя страсть. Моя страсть. Моя любовь. В истопленной печи Дров ищу. Ищу. А надо. Непременно. Надо. Надо. Женская доля такая Женская доля такая Робко стараться, понравиться Чьей-то любви уступая Гордо назваться Избранницей И плыть по водным кораблям Мы к счастливым островам Иди за нем Иди за нем Твердите Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 хорошо если старик дома букет отдай а записки и не прошу в ней между прочим чтобы она прислала мне ее солитар помнишь бриллиант что я обделывал булавку 20 крат 40 тысяч стоит я пишу и что вчера был у меня нем спор с князем бельским и состоялось о нем большое пари получи вещь и принеси аккуратнейшим образом береги старика остальное пойдет как по маслу понял Михайлович Михайлович понял понял лечу понял понял ничего дурак не понял ты где сидишь спишь а только вот но слушай двух ног мало под стать третью на вот деньги первые сто пешком наты смотри ты с радостью так напаришь как в пекле тогда еще рано во вторых нынче вечером у меня для шести персон чая невеста с ее родными господин делькин и может еще кто-нибудь чтобы все было отлично слушайся десерт прикажете чтобы все было отлично зажги корсели канделябров не зажигать убрать комнаты накурить духами прием в семь часов рейс прикажет леврея не нужно услуга в черных фраках галстуки и жилеты белые теперь надо мне две этакие бумажки чтобы капля в каплю что на пакетах галстук и галстук и тасса и но а а а а Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok